Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Эйтон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. На события в Казахстане мне бы хотелось сегодня посмотреть со стороны. Сегодня совершенно очевидно, что то, что произошло там, это результат продуманной, серьезной работы исламистских ячеек, исламистских групп, об этом в наших программах, в интервью другим телеканалам, другим интернет-сайтам, другим изданиям очень активно и серьезно рассказывал Ермек Тейчевеков, известный казахстанский правозащитник, которого власти Казахстана и в том числе, скажем так, по наводке некоторых руководителей сумели засадить в тюрьму. Сегодня бывает срок, ни много ни мало, 10 лет за разжигание межнациональной розни. На мой взгляд, это позорная страница в истории Казахстана. Много говорилось о необходимости освобождения Ермека Тейчевекова, много по этому поводу выступали правозащитники. Правозащитник из Латвии Владимир Лендерман, он сегодня с нами на связи. Владимир, рад вас приветствовать. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы тоже много писали на эту тему в защиту Ермека Тейчевекова. Буквально на днях вы опубликовали его письмо от 2020 года. Большое письмо, которое он направил не кому-нибудь, а Самату Абишу, племяннику первого президента Казахстана, который, по крайней мере, на сегодняшний день все еще занимает должность первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана. Цитата оттуда. «Если вы, Самат Абиш, работаете на внешние деструктивно-радикальные силы, и ваша задача подорвать хрупкое межнациональное согласие в обществе, дестабилизировать обстановку и внести хаос, то можете дальше заниматься пропагандой превосходства, величия казахской нации, усилением апартеида, что у вас пока хорошо получается». Конец цитаты. Владимир, у меня два вопроса к вам в связи с этим. Во-первых, что заставляет вас выступать в поддержку Ермека Тейчевекова и требовать его освобождения? А во-вторых, на ваш взгляд, как можно, как те люди, которые неравнодушны к тому и той же судьбе Казахстана, судьбе многонационального народа Казахстана, сумели бы помочь спасти его из тюрьмы? Потому что то, что происходит сегодня, у него там будут очень хлопотные соседи, я бы так сказал. Ну, что касается самого Ермека, то тут вопрос, во-первых, и наших личных контактов. Мы давно, так сказать, через интернет подружились, поскольку он всегда с большим вниманием относился к борьбе, скажем так, национальных меньшинств за свои права. И я, поскольку участвую в борьбе за права русского меньшинства в Латвии, то вот так мы, собственно, и познакомились. И всегда, когда кто-то из нас, я там попадал в тяжелую ситуацию, Ермек помогал. Поэтому я считаю даже своим, так сказать, джентльменским долгом и оказать ему поддержку. Я считаю, что он попал в такую ситуацию, скажем так, очень сильного прессинга со стороны казахских властей. Прессинга и в связи с его взглядами, такими пророссийскими, Ермек был всегда сторонником общей исторической судьбы России и Казахстана. Это во-первых. А во-вторых, в связи с его дерзостью, которую мне очень симпатизируют. Он нарушал какие-то принципы такой, можно сказать, восточной деспотии. Он на «ты» обращался со всеми высокопоставленными людьми и, в общем-то, считал себя равным. Но это мне в нем очень импонировало. Почему я считаю, что сегодня сложилась благоприятная ситуация, которая может способствовать его освобождению? Это знаете, как такое правило, на смену товарища Ежова всегда приходит товарищ Берия. Сейчас возникает такое окно возможностей, задержанные или арестованные, сейчас даже трудно определить, но те люди, которые способствовали, руководители Комитета национальной безопасности Казахстана, которые очень способствовали травле Ермека, ну, собственно, они ее и организовывали. И вот в этот момент, конечно, возникает такая возможность, поскольку они сами сейчас попали в такую ситуацию, возникает возможность. Кроме того, мне кажется, что сейчас позиции российского, ну, Россия фактически ведь спасла руководство Казахстана от гнева толпы. Так попросту скажем, я понимаю, что это ДКБ, ну, так говоря, неполиткорректно и недипломатично это сделала Россия. То есть, я думаю, что сейчас в России есть возможность обратиться у российского руководства с некоторыми просьбами в отношении тех людей, которые пострадали за свои симпатии к России. Что можно сделать конкретно? Ну, я думаю, что сейчас вопрос стоит на том, что надо привлекать внимание. И прежде всего, то, что я могу сделать, я могу, я не так хорошо разбираюсь даже в ситуации в Казахстане, но я могу привлечь внимание российских, ну, определенных кругов, да. Я и сам работаю, скажем, в системе там спутника, да. И хочу привлечь именно внимание к судьбе, потому что если, мне кажется, что если Россия поставит сейчас, вот именно в этот момент, завтра может быть и поздно уже, как там сложится ситуация. Но если она сегодня, в ближайшее время, поставит вопрос о судьбе тех заключенных, которые сидят там, ну, в тюрьмах Казахстана за свои симпатии к России, вот сейчас это может сыграть очень сильно. И я просто не представляю, чтобы руководство Казахстана сейчас могло отказать в такой просьбе. Ну, собственно, об этом я вижу сейчас свою задачу. Вот об этом я хотел поговорить поподробнее как раз. Вы пишете на своей странице в Фейсбуке много комментариев именно к этой вашей мысли, к этой вашей идее. Но если мы посмотрим буквально, отмотаем то, что называется ленту, буквально на несколько недель назад, может быть месяц назад, мы все прекрасно помним выступление госпожи Захаровой, на котором фактически, можно сказать, она от имени России отмахнулась от Ермека Тайчебекова, заявив, что Россия не может предоставить Ермеку гражданство России по формальным причинам, поскольку у него непогашенная судимость. Как к этому относиться? Ведь большего цинизма, на мой взгляд, в истории ситуации с Ермеком придумать очень сложно. Ну, скажем так, я не стану ругаться с госпожой, которая, в общем, дала такой ответ, но я скажу так, что ситуация... Я трезво, понимаете, я трезво отношусь к руководству России, очень трезво. То есть я не отношусь плохо, я просто, как сказать, отношусь трезво. Я прекрасно знаю, что при таком обычном течении событий, если не зацепиться за какой-то конкретный интерес, то, в общем, оно, честно говоря, не пошевелит пальцем. Ну, так это обычно было. Хотя бывали и другие случаи. Вот, например, когда вставали вопросы, вот Латвия, например, требовала выдачи людей, там, скажем, защищавших Донбасс, и они жили в России, а это были латвийские граждане, надо сказать, что Россия отказала, и я тоже этому способствовал, чтобы людей не выдавали. То есть я хочу что сказать, что в каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Когда Захарова говорила о том, что вы сказали, да, это как раз, по-моему, даже пришлось на второй процесс Тайчебекова. Его же судили повторно в декабре, ну, вот, прошедшего года, и накинули ему срок, еще 4 года, и по сумме, там, вот, образовались, потому что за межнациональные эти все дела он имел 7 лет. Вот, но сейчас ситуация все-таки иная. Сейчас не так, ну, я еще раз говорю, я потому и сказал, что завтра она может опять вернуться к той, что была вчера. Помните, как там Ленин говорил, вчера рано, завтра поздно, а сегодня в самый раз. Сегодня вот она в том заключается, что руководство Казахстана, ну, то, которое на сегодня вот есть, оно обязано России очень сильно. Как формально там решить вопрос с Тайчебековым, присвоить ли ему гражданство, сделать его кандидатом на гражданство, или там, допустим, так доброжелательно попросить руководство Казахстана провести какую-то амнистию, например, по некоторым персонам. Ну, это не мне решать, это решают дипломаты, спецслужбисты, там, военные. Ну, я еще раз говорю, ситуация, вот сейчас она благоприятна, она благоприятна. Потому что когда сейчас, ну, сейчас, ну, я уже то, что я сказал, что руководство Казахстана сейчас очень зависит от российской поддержки. Ну, если России не найдется официальных лиц, которые этой ситуацией воспользуются, ну, тогда вслед за вами повторю, что, ну, что, ну, что, ну, увы, а что же, ну, надо попытаться это сделать. Владимир, а вот на ваш взгляд, каковы шансы все-таки вот именно пойти по этому пути? Потому что, если говорить с точностью, с юридической, то формальных поводов для освобождения Ермека нет. Как на государственном уровне можно обойти эти все вещи? Может ли быть Ермек, извините за это слово сочетание, разменной картой в какой-то игре? Потому что кто-то что-то за это что-то потребует. Это хорошо известно. Политика всегда делается именно таким образом. Ну, если говорить о чисто юридической стороне, всегда есть, во-первых, вот его второй срок, это же, насколько я понимаю, не последняя инстанция, но это раз. А во-вторых, всегда есть возможность, если, опять же, говорить о формальной юридической стороне, открыть дело заново по вновь открывшимся обстоятельствам. Это классический ход, когда, как бы, сделать ничего нельзя, на самом деле можно сделать все, что нужно сделать. Я думаю, что такие обстоятельства, например, уже сам факт, вот то, что те, кто... Причем там даже конкретно из того района человек, он, по-моему, то ли сегодня сострелился, то ли его нашли мертвым. Это, ну, вот этот сотрудник КНБ, по-моему, который особенно прессовал Ермека. Я не точно, это так, по-моему, так. Ну вот, вновь открывшиеся обстоятельства, это вскрывшийся факт, например, что те руководители КНБ, которые травили Ермека, оказались замешанными в государственной измене. Это вновь открывшиеся обстоятельства. Может, они и тогда действовали, когда они, так сказать, возбуждали против него уголовное дело. Они действовали в рамках своего плана изменить вот государственную республику Казахстан и организовать вот этот мятеж, там, беспорядки, погромы и так далее. Возможно, это и тогда было цель. Я вам хочу сказать, что это вполне возможно в такой ситуации, как минимум. Ну и второй юридический вариант, есть просто амнистия, там, ну, как бы, такая милость, милость государства и так далее. Но это говоря о юридических странах. О политических я, честно говоря, не думаю, что вот судьбы, ну, тех Ермека и еще нескольких политзаключенных, вот именно за симпатией к России, которые сидят, я не думаю, что это такая крупная карта, вот, за которую, там, лидеры Казахстана потребуют что-то такое, там, ну, это не то, это есть другие крупные карты. Это такая просьба, которая, знаете, между, вот, решая такие вопросы, там, о собственности, о полезных ископаемых, о будущей геополитической ориентации, о том, главное, кто займет какие кабинеты в республике Казахстан, а это, конечно, уже будет проходить в консультациях, теперь, наверное, там, с Россией и так далее. То есть, вот между делом сказать, а, кстати, у вас там, знаете, вот такой парень неплохой, там, зачем-то сидит в тюрьме и как-то, нам кажется, что это, ну, нет, ну, это ваше дело, но нам кажется, что это не очень правильно. Мне кажется, что достаточно будет в этой ситуации такой фразы, и мне кажется, что она будет иметь успех. Но это вопрос, опять же, вопрос воли, вопрос желания. Совершенно верно. Вопрос воли одной из башен Кремля, назовем это так. Спасибо, Владимир, спасибо огромное за это интервью, спасибо за вашу публикацию, посвященную, в том числе, Ермеку Точебекову. Спасибо, всего самого доброго, главное, здоровья, и до новых встреч, и до новых встреч, и хочется в конце, в заключении нашего интервью, все-таки еще раз сказать свободу Ермеку Точебекову. Спасибо, Владимир. Согласен, спасибо. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok